Многим деловым людям известен тот факт, что для открытия собственного бизнеса необходимо не только личное желание, но и регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, либо юридического лица. Однако это правило распространяется не на все виды деятельности и, следовательно, для их осуществления государственная регистрация не требуется. В этот список счастливых исключений входят такие виды услуг, как музыкальное обслуживание торжественных мероприятий, например, свадеб или юбилеев, деятельность независимых актеров, конферанте, музыкантов, а также фотосъемка, услуги тамады и другие. Для того, чтобы легально оказывать данные услуги до начала осуществления деятельности, физическим лицам необходимо подать в налоговый орган по месту жительства уведомления с указанием предполагаемых видов деятельности, места и периода осуществления деятельности, уплатить единый налог, исчисленный налоговым органом на основании представленного извещения. Ставки единого налога в месяц по Брестской области установлены решением Брестского областного совета депутатов от 20 декабря 2013 года номер 317. На сегодняшний день ставки единого налога по городу Бресту составляют по видам деятельности музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий, деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов, предоставление услуг тамадой, деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками – 560 тысяч рублей. По виду деятельности – фотосъемка, изготовление фотографий – 555 тысяч рублей. Введение собственного дела без регистрации имеет ряд положительных моментов. Во-первых, нет необходимости уведомлять инспекцию и уплачивать единый налог круглый год. Если бизнес носит сезонный характер, предоставить уведомление и уплатить налог надо лишь за тот календарный период, в котором вы планируете работать. Соответственно, если обслуживание торжественных мероприятий проводят организации или индивидуальные предприниматели, для них государственная регистрация в качестве субъекта хозяйствования – обязательное условие. Обращаем внимание, что не все виды деятельности, связанные с обслуживанием торжественных мероприятий, можно осуществлять в рамках заявительного принципа. Например, деятельность по производству кино и видеофильмов по заказам потребителей является предпринимательской и не может осуществляться в рамках заявительного принципа. Профессиональным работникам индустрии обслуживания праздников необходимо помнить о своевременной уплате налога. Поскольку репутация тамады или музыканта, который приступает к букву закона, может заметно подпортить общее впечатление и мрачить долгожданный праздник. А там не за горами и череда отказов, а значит и потеря клиентов.